Снег, оттепель, гололед, зима, как всегда, богата сюрпризами, но самое главное, чтобы эти зимние сюрпризы не обернулись проблемами с нашим здоровьем. Гололед, техника безопасности на льду, вот о чем будем говорить сегодня в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Студия у нас сегодня не метеоролог, не специалист по погоде, а специалист по нашему организму и по человеческим травмам, врач-травматолог-ортопед Александр Прудников. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. По опыту работы, ну действительно, зима – это максимальная нагрузка на врачей-травматологов. Так, вот вы по своему опыту работы можете проследить? Вообще, травматолог, он всесезонно работает. Нет, тут не сомневаюсь, да, характер травм, не причины. Здесь характер именно и специфика, да, меняется, потому что появляется гололед, и, соответственно, прежде всего, травмы нижней конечности здесь начинают превалировать. То есть, это лодыжки, прежде всего, чаще всего подворачиваются, вот, поэтому здесь огромную роль нужно уделить вот этому тоненькому моменту, как себя предупредить и профилактировать от этих различных травм. Ну, вот этим и будем сегодня заниматься. Ну, что, по вашему мнению, самое главное, когда мы выходим? Правильно выбрать обувь? Правильно ходить? Я не знаю, никуда не торопиться? Вот что самое главное, чтобы избежать травм на льду? И можно ли вообще их избежать стопроцентно? Да, важный вопрос. Здесь, скорее всего, главного ничего нет. Скорее всего, все главное. Все главное. И вот нужно, наверное, по цепочке вот так выстроить всю последовательность. Как бы начнем с самого простого, да, когда мы встаем уже с кровати. То есть, прежде всего... То есть, начинаем профилактику здесь, прямо с утра, а не когда выходим на улицу, а когда встаем с кровати. Да, прежде всего, прежде чем нам ехать на автомобиле, мы его прогреваем, верно? Если мы начнем ехать уже на непрогретом автомобиле, высока вероятность... Ну, зимой, действительно, да. Проблем может много возникнуть. К сожалению, да. Поэтому здесь вот этот вот временной интервал, где мы должны разогреть себя при помощи нашей любимой зарядки, простой, суставной, как в школе, 10 минут, там, покрутить, поверти. Начинаем день зарядки. Это и есть первая профилактика вот безопасного поведения во время гололеда. Сам мы начинаем, да. Зачем это все надо? А затем, чтобы ваши ножки и, прежде всего, голова быстро могли садаптироваться к ситуации. То есть, произошла ситуация столкновения с гололедом, вы подворачиваете ножку, и тут же вся цепочка рефлекторная, она работает таким образом, что вы сгруппировываетесь и максимально безопасно падаете. Вот. Если мы не сделаем того рода зарядочку, где-то чуть-чуть может затормозиться импульс буквально на долю секунды, и эта доля секунды может привести к травматизации связок, к травматизации лодыжки. Зачем нам это надо? Да. 10 минут в день могут сократить полгода восстановления и год реабилитации. Так, если это настолько важно, давайте напомним нашим зрителям, с каких упражнений лучше начинать с утра. Да, наше утро, с чего начинается? Мы же проснулись, мы начинаем, что прежде всего дышать, нужно осознанно чуть-чуть вдохнуть, вот эту вот жизнь прям максимально. Аккуратненько, ручками, ножками пошевелили, почувствовали, что да, вот оно тело, вот он мой инструмент сегодняшний, мне надо его подготовить. Аккуратненько встали, вот, кому как удобно. Кто-то начинает там с водных процедур, а если есть желание, можно сразу же начать аккуратненько размять ножки. Да, мы можем просто-напросто встать с кровати. Первое, с чего мы начнем, мы поставим ручки на пояс и аккуратненько покрутим ножкой. Разминаем суставы. В другую сторону, да. В другую сторону начнем. Почему мы начнем это делать с ног? Да, потому что это первый инструмент, который соприкасается с полом, и его надо подготовить. А потом уже с гололюдом. Да, 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 да. И таким образом вот это вот простое движение 3-5 минут займет. Немножко можно даже покрутить тазиком в одну, в другую сторону. Вот, это все очень хорошо включает всю нашу систему, именно рефлекторную. И таким образом организм, он уже готов к каким-то там интересным ситуациям, к адаптации. Даже к тому же самому холоду уже гораздо проще организм переносит. Если мы проще холод переносим, мы уже более осознанны. Мы уже не пойдем в гололед, мы уже его обойдем, да. То есть правильные решения будем принимать. Да, верные решения. Опять же, вы сказали, что спешка, да, важный момент. То есть когда мы со свежей головой ясно видим ситуацию, мы никуда не спешим. То есть мы понимаем, осознаем. А прежде всего, от чего получается травматизм, да, это спешка. Это быстро, нам надо быстрее опередить время, так как оно там идет, условно говоря. И вот, пожалуйста, и травма. А если мы спокойны, готовы ко всему, даже если встретится какой-то там гололед, что-то получилось, это чаще всего происходит так, хоп, немножко подвернул, человек встал и дальше пошел. Вот это наша нормальная реакция на травму. Когда это происходит, мы подвернулись, больновато, это первая ступень, скажем, надо уже работать над вот этим фундаментом над стопами своими, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Александр, остановлю, потому что вот как вести себя, если все-таки несчастный случай произошел, да, или какая-то ситуация. Мне хочется, чтобы мы поговорили об этом отдельно, а сейчас вот мы подготовили организм, сделали небольшую зарядку, потом там позавтракали, приняли водные процедуры, начинаем одеваться, собираться. Вот как лучше одеться, обуться для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно, вот на такой скользкой поверхности? Здесь прежде всего, да, тоже самое главное, это что обуть, что мы обуваем. То есть если мы пойдем на высоком кабуке, мы сами понимаем, чего мы можем достичь в итоге. Туфли, как у меня, это исключительно для студии. Да, это безусловно. То есть здесь нужно понимать в приоритете, что у нас либо красота, либо наша безопасность. Конечно, да, у нас ходят экземпляры, которые получаются, стараются. Но это индивиды, мы сейчас об этом не говорим. Нам нужно соблюсти максимальную безопасность, то есть это плоская обувь. Вот. Небольшой каблучок, там может быть сантиметр, полтора, ну может быть максимум два, это можно, так скажем, оставить. Прежде всего, ноги должны быть, ну соответственно, у нас теплее, то есть какие-то юбочки, еще что-то, желательно от этого пока что отказаться. Теплые штаны, максимально эластичные, которые могут, скажем так, вам помочь при группировке в каких-либо падениях и так далее. И вот это самое основное, что нужно соблюсти. Если что, может, даже немножко удар смягчат. Да, безусловно. Потому что если у нас какое-то там длинное пальто, условно, оно уже немножечко ограничивает, если там юбка и так далее. Это все негативно сказывается потом на последствиях этого самого падения. Самый главный момент. Вы сделали все, что рекомендует врач. Размялись. Выбрали удобную одежду и обувь для прогулки зимой. Выходим, стараемся не спешить. Это правило, я думаю, тоже мы себе уже зафиксировали. Есть какая-то, как правильно назвать, да, походка, техника хождения по льду для того, чтобы максимально себя обезопасить. Вот я поняла, что главное не быстро. Что еще? Ну, смотрите, мы максимально устойчивы в следующей позиции. Я сейчас встану. Давайте покажем. То есть задача какая? Нам надо максимально почувствовать под стопами, что происходит. Для этого нам надо чуть-чуть заземлиться в коленях. Чуть-чуть таз. То есть колени наши немного согнуты. Да, чуть-чуть согнуть, таз чуть-чуть подогнуть. И в этой позиции мы как пружина, и мы уже ощущаем весь опорно-двигательный аппарат нижней поверхности гораздо лучше контролируем, гораздо свободнее. И при каких-то изменениях поверхности он реагирует, и скорость реакции быстрее. Так, это мы встали, но надо же еще ходить, мы же не вышли постоять. Однозначно. И, соответственно, желательно короткие шаги здесь использовать, чтобы минимизировать именно покачивание и изменение в пространстве именно тела и всех рецепторов, которые отвечают за пространственное ощущение тела. То есть аккуратненько мы спокойно идем. Как старенькие люди видели, наверное, они из-за зря так ходят. Это уже интуитивный момент приспособления, чтобы сохранить устойчивость. Нам надо чуть-чуть присесть, сфокусировать свой центр тяжести, вот он здесь, и аккуратно, свободно мы можем идти. То есть какие-то небольшие отклонения здесь уже организм будет. То есть мы все выглядим немножечко как старички и в гололед, но это безопасно. Это абсолютно безопасный вариант, да. Вот я знаю спортсменов, особенно тех, кто занимается зимними видами спорта, на одном из самых первых тренировочных этапов их учат правильно падать. Вот как врач, вы можете объяснить, действительно ли можно такой навык, как правильно падать, как правильно группироваться, выработать у себя? Да, это классный навык, на самом деле его стоит вырабатывать каждому. А можно ли тогда самостоятельно это сделать? Самостоятельно, но обычно на сучной физкультуре, то есть это кувырки, вперед, назад, это все и как раз формирует наш пропориоцептивный. Есть люди, которые последний раз на урок физкультуры ходили там 30, 40, 50 лет назад, например. Да, и для таких людей очень хороша обыденная гимнастика домашняя, она уже фокусирует внимание на своем теле, и реакция, опять же, и группировка, она будет гораздо быстрее происходить. То есть простая зарядка, она помогает нам просто правильно телом владеть. Да, потому что когда мы один раз сделали какой-то кувырок или еще что-то, сформировавшийся навык, это то же самое, как велосипед, мы сели, потом поехали, 10 лет не ездили, сели и снова можем ехать. И здесь то же самое. Но вопрос в том, что если эти, скажем так, 10 лет мы не занимались телом, никакой гимнастикой, то вероятность того, что мы свалимся с травмой больше. Если мы занимались, соответственно, телом, хотя бы зарядку 10 минут в день, то вероятность того, что мозг вспомнит этот механизм группировки и воспроизведет в тело очень высокой вероятности. А если тело такое уже засохшее, чуть-чуть вот дряхленькое, то этот импульс, он пойдет, но пока он пойдет, уже произойдет эта травма. Александр, вот тема хорошая и важная, особенно вот про то, что нужно себя заставлять и заниматься какими-то физическими упражнениями каждый день. Может быть, кто-то сейчас, послушав нас, возьмет это за правило. Но штука в том, что гололед уже есть, выходить на улицу нужно уже сейчас. И, к сожалению, от травм по-прежнему никто не застрахован. Особенно, если действительно человек уже в возрасте, если уже подвижность тела не такая, как хотелось бы, какой она была, допустим, 30-40 лет назад. Травмы, которые случаются чаще всего, как их распознать? Вот что может случиться? Мы начали об этом говорить. Что случается чаще всего? Вывихи, подвывихи, ушибы. И как нам, обывателям, не врачам, отличить одно от другого для того, чтобы вовремя обратиться к врачу? Это важный момент. Да, но чаще всего это лодыжки, то есть это нижняя часть, нижняя конечности, голеностоп. То есть это одно моё подворачивание. В одну сторону, в другую, там по-разному механизм устроен. Так вот, если произошла эта данная ситуация, прежде всего не старайтесь встать. Встать на ногу, но травмируя, потому что вы можете усилить травму. К примеру, от повреждения перелома без смещения, условно, который заживает за 4-6 недель, может превратиться со смещением, которое потом придётся оперировать, и восстановление в разы больше. Поэтому воздержаться. Упали, окей, хорошо, лежим. Попробовали ножкой пошевелить, если движение свободное, лёгкое, как бы всё хорошо, вам повезло, родились рубашки. То есть больно, но нога двигается, ничего страшного, можно пробовать. Лёгкое движение пробовать, аккуратное давление оказывать на ножке, если осевое давление не болезненно. Вот можно прямо вот так вот сесть, аккуратно на неё подавить. Мы тут ничего не ощущаем, боли нету. Подвигали вверх-вниз, влево-вправо. Отлично. Лёгкий дискомфорт, некоторая натужность связок. Ясно, небольшая, скорее всего, небольшая травматизация связочного аппарата. Данная история, она проходит в течение 2-3 недель. Нужно чуть-чуть отсидеться дома, помазать противовоспалительными. Мазями. Снизить нагрузку надо. Обязательно, да. То есть посидеть дома – ключевой момент. Если же вдруг произошла травма, вы, соответственно, упали, чувствуется сильная боль, движение приносит боль, то это показатель того, что самостоятельно вставать не надо. Нужно, прежде всего, позвать на помощь, чтобы вас транспортировали в какое-то более тёплое местечко, вот там кафе или ещё что-то, автомобиль, и дождаться уже скорой или самим уже прибыть в травмпункт, где произведётся уже обследование. То есть это рентген, где выявится повреждение какого-то костного аппарата или не выявится. Очень часто люди пытаются либо сами, либо как раз те, кого позовут на помощь, попытаться оказать первую помощь. У нас есть же тоже базовые знания из школьного курса, например, приложить холод, наложить шину, если человеку кажется, что конечность, допустим, сломана, может быть как раз вот это смещение. Что на самом деле, с точки зрения врача, можно делать самим, а что делать ни в коем случае нельзя для того, чтобы не усугубить эту ситуацию? Ну, ни в коем случае не стоит там что-то вправлять, выпрямлять, вот, потому что бывают такие ярые фанаты, и они прямо на улице могут что-то там взять куда-то и заправить, да. Поэтому не стоит с этим сталкиваться, опять же, это и юридически здесь вопрос присутствует, поэтому прежде всего нужно его соблюдать, то есть это обращение в скорую медицинскую помощь, которая уже дальше вас транспортирует и оказывает специализированную помощь непосредственно в медицинском учреждении, вот, где вы будете экологично и защищены безопасности от каких-либо глупых последствий. Приложить холод, обеспечить покой, вот такого рода советы могут пригодиться? Да, покой, да, то есть прежде всего, как мы говорили, не трогать конечности, это ключевой момент, то есть не нужно там ничего делать. То есть если попробовали, уже поняли, что больно, что движение ограниченно подвижны, либо вообще нет возможности двигать там рукой, ногой, чем-то еще, дальше уже не пытаемся? Дальше нет смысла пытаться, вот холод прикладывать тоже нет смысла на улице, и так холодно, вот, скорее всего, быстрее нужно прибыть в трампункт, чтобы выяснить конкретный диагноз, и чтобы специалист определил, как дальше действовать, потому что очень много нюансов мы берем на себя, да, считаем, что мы сможем, у нас все получится, все пройдет само собой, вот, и чаще всего такое мышление приводит потом к большим последствиям. Сходите за советом, спросите, узнайте, что происходит на самом деле, чтобы быть спокойным за свое будущее. Очень часто, я уже об этом говорила, травмы в гололед получают именно пожилые люди, да, подвижность тела уже другая, да и, в принципе, наверное, состояние организма такое, что травмы возникают на порядок легче. Съездили к врачу, обеспечили покой дома. Вот потребуется ли потом время для того, чтобы восстановить подвижность? Вот вы сами, как врач, чтобы люди просто представляли себе, что кажется, ну, подумаешь, ерунда, ну, подумаешь, подвернул ногу. Вот к каким последствиям это все может привести? С пожилыми людьми здесь прям сразу же, то есть какая-то травма, если возникает, вы видите отек в этой области, какое-то нарушение подвижности, необходим сразу специалист. Вот, потому что хрупкость очень высокая, травматизм высокий среди пожилого населения, и очень часто бывает, что мы видим эту травму спустя, там, неделю, спустя месяц, и более того, вот, с выездом на дом, потому что, ну, как бы считают, что лежит пожилой человек и лежит. Ну, плохо, просто травмировался, вот, ничего. А дело в том, что процесс идет, и травматизация бывает порой очень серьезная. Травма бедра, она приводит к летальности в 70% случаев практически. Травма, которая приводит к летальности. Да, это среди пожилого населения, вот, это является показателем серьезным, поэтому стоит задуматься. И вот этот вот момент, его надо просматривать, то есть выяснять, сразу же диагностировать, что там повреждено, на каком уровне, и какие сроки восстановления, каким образом можно помочь. Потому что вот этот временной интервал, он большую роль играет на самом деле. Александр, мы до этого момента говорили о том, как вести самому себя для того, чтобы защититься, подобрать правильную одежду, обувь, как вести себя, если мы идем уже, да, по какой-то скользкой поверхности. Другой вопрос. Если мы находимся рядом, вот в тот момент, когда видим, допустим, человек падает, человек уже упал, очевидно, что человеку потребуется какая-то помощь. Вот, во-первых, если рядом кто-то падает, нужно ли хвататься, пытаться поднять, либо наоборот, подставлять руку, ведь всегда есть риск, что упадут оба. Если человек уже упал, как нам самому оценить его состояние, и что делать, какую помощь оказать, и как не навредить? Может быть, мы где-то сейчас повторимся, но вот момент не навредить, мне кажется, он крайне важный. Да, однозначно. Если произошло какое-то падение, да, бывает сразу там идущий прохожий идет, как бы, о, упал, там, хоп, схватил, поднял, пойдем. Вот это вот не стоит делать, прежде всего. То есть, если человек упал, то вам нужно выяснить, все в порядке, в сознании, вот, да, человек контакт обратный вам даст, да, но болит там нога условно. Окей, хорошо, как бы, вам помочь встать, да. То есть, здесь необходимый разговор. Что-то делать без, условно говоря, ведомой воли пострадавшего ни в коем случае не стоит, даже если вы там супер какой-то специалист. Как вам кажется. Да, да. И здесь необходимо, если человек не может встать, то, соответственно, вы вызываете скорую, находитесь рядом с этим человеком и дожидаетесь, пока что прибудет помощь. Если человек, допустим, может встать, но ему нужна помощь, то помогаем аккуратненько, отводим в теплое место и также вызываем либо родственников, либо еще кого-то, чтобы могли помочь этому человеку адаптироваться в данной травматической истории. Александр, время подводить какие-то итоги нашей программы. Вот пять основных советов в такую погоду, которая сейчас за окном, когда мы выходим, скользко, есть риск получить травму. Как себя вести? Пять самых важных советов. Прежде всего, делайте зарядку по утрам, по вечерам, обувайте правильную обувь, одежду непосредственно, и стараться быть максимально осознанным в ситуации и не пытаться идти на рожон, а лучше, если есть возможность, обойти или же вообще никуда не выходить. Мне кажется, это очень хороший совет для пожилых людей. Если есть возможность избежать прогулки по гололеду или каких-то специальных участков, то лучше всего вообще не выходить из дома. Да, это на самом деле очень важный момент, и классно, что у нас есть разные службы доставки, к которым можно обратиться сейчас, они привезут все домой. Этот период нужно переждать, и уже скоро придет весна. Ну, так оптимистично мы сегодня заканчиваем. Осталось дождаться весны, но я думаю, те советы, которые мы сегодня дали, они помогут дождаться весны максимально безопасно. И самое главное, настраивать человека ежедневно заниматься своим здоровьем, своим организмом, своими суставами, руками, ногами. Ну, в общем, тем, что делает нас подвижнее и обеспечивает наше качество жизни. Александр, спасибо, что уже не в первый раз приходите к нам в студию для того, чтобы об этом поговорить. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова